Часто помогает проснуться нежное слово от мамы или бабушки, и сегодня это как никогда актуально. Ведь сегодня 3 февраля, это Международный день нежности. Сразу вспоминается песня «Мы нежность, мы вечная нежность друг друга» Анны Герман. История появления необычного торжества неизвестна, как и особые правила празднования. Поэтому каждый придумывает свои традиции и решает, как ему отмечать этот праздник. Слово «нежность» происходит от неги, это упоение, наслаждение, блаженство. Нежность дарит надежду, ощущение заботы и защищенности. Уверенность в том, что тебя любят. Нежность нужна не только любимым, но и детям, родителям, домашним питомцам, да и вообще всем живым существам. Поэтому Международный день нежности – это гимн любви, праздник эмоциональной чистоты и душевного света. Замечательный праздник. Хороший, добрый праздник. Мне кажется, его нужно проводить каждый день в течение всего года. И хотя бы несколько раз в году. Да. А следующий праздник, может быть, уже поймут не все наши зрители. Называется он так – День волшебства варежек на резинке. Подожди, я правильно тебя поняла? День волшебства… Конечно, волшебство варежек на резинке. Варежки на резинке. Конечно, помнишь, как раньше? Хоть резинки с варежками уже уходят в прошлое, но раньше это действительно было волшебство, когда удавалось не терять варежки детям и только благодаря резинкам. Варежки на резинке – это запах детства, смеха, снега, ледяных горок и снежных крепостей. Простуды, я бы сказала еще. Да, простуды. Но ты знаешь, в детстве мы не болели, потому что мы были разгорячеными, катались на горках, лепили снеговиков, крепости, играли в снежки. Домой не загонишь. Да, конечно. А помнишь, когда, если загоняли домой, ты весь такой мокрый, весь забитый снегом. Как раз и варежки в сосульки. Да, 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 да. Но весь абсолютно мокрый от того, что тебе жарко. Мама тебя быстро раздевает, вещи на батарею сушится, а тебя кормят горячим борщом. Помнишь такое? У тебя тоже наверняка было. Классно рассказала. Все-таки классные воспоминания из детства. Вот. А какой у тебя праздник? У меня, значит, праздник. Ой, у меня очень красивый праздник. В Таиланде сегодня начинается праздник цветов. Одно из самых красивых и впечатляющих событий. Проходит ежегодно на севере страны в городе Чангмай. Представляешь, какая красота. Я думаю, цветы повсюду. Праздник длится три дня. Когда-то давным-давно город Чангмай называли розой севера. А само слово Чангмай означает много цветов. Считалось, что это самый прекрасный город на севере Таиланда. Местные жители знали толк в красоте. Большую часть своей жизни они посвящали именно разведению цветов. Эта традиция сохранилась и до наших дней. И раз в год современные садоводы демонстрируют свои таланты на фестивале цветов. По улицам в эти дни маршируют мужчины и дети, женщины, музыканты. Красочные и шумные процессии растекаются по всему городу. Конечно же, толпы туристов стремятся поучаствовать в этих необычных путешествиях. По городу проносят сотни тысяч, если не миллионы самых-самых разных цветов. И, конечно, самые красивые девушки шьют к этому событию экзотические национальные костюмы. Ведь в конце фестиваля будет выбрана самая красивая из них. Красавица и станет королевой цветов. Как классно. Может, трон из цветов. Ты знаешь, я бы не отказался побыть туристом в эти дни в Таиланде. В этот период. Да, наверняка это очень красивое. Жалко, что только в одном городе. Надо, чтобы это происходило во всем Таиланде. А еще лучше в каждом городе каждой страны. Почитаем, может быть, есть какие-то аналоги. Правда, конечно, сейчас, сегодня у нас довольно сложно это провести. На улице зима, лед, минус. Но, будем надеяться, весной, весна пора цветения. Так что, я думаю, весной будет и у нас очень красиво. Как хорошо, когда дует ветер перемен. И у нас на пятом канале столько всего нового. Новые лица, новые программы, интересные, познавательные. Это я к чему? К тому, что в этот день, 3 февраля 1960 года, в Кейптауне прозвучала впервые фраза «Ветер перемен веет над континентом». А сказано это было в честь получения независимости многих африканских колоний и получения ими статуса суверенных государств. Вот чем связано. Конечно. А как мы сказали ранее, нам известна фраза «Ветер перемен». А нам уже известна. По фильму «Мэри Поппинс, до свидания». А, кстати, есть еще известная песня. Называется «Wind of Change». Конечно. Что переводится как «Ветер перемен». Группы Скорпионс. Нравится тебе эта песня? Обожаю. Мне кажется, это просто бессменный хит. Сегодня в США отмечают день обручального кольца. Оно символизирует брачные узы, а также является символом верности. Согласно традиции, супруги носят обручальное кольцо на безымянном пальце левой или правой руки. Говорят, обручальное кольцо впервые возникло в Древнем Египте и в Древней Греции. Почему именно безымянный палец? Многие задаются этим вопросом. Плутарх, древнегреческий писатель, говорил, что от этого пальчика отходит и достигает сердца некий тончайший нерв, идущий прямо к сердцу. А как носят обручальное кольцо в разных странах? На безымянном пальце правой руки принято носить кольцо у православных христиан. На правой руке обручальные кольца также носят в Украине, России, Грузии, Чехии, Индии, Греции и Аргентине. На левой же в Турции, Азербайджане, Австралии, Италии, Бразилии, Франции и Мексике. А согласно еврейским традициям, невесте надевают кольцо на указательный палец. Необычно, да? Необычно, да. Ну, разные традиции. Такие традиции. Ну и, конечно же, большинство из нас знают, что в ЗАГСе жених и невеста идут под звуки свадебного марша. И именно сегодня, 3 февраля 1809 года, родился Феликс Мендельсон, автор свадебного марша. Музыкальные способности у Мендельсона появились с детства и были замечены мамой. Она первой стала учить Феликса музыке. В 10 лет он одержал свою первую победу на конкурсе, а в 11 лет поступил в Берлинскую певческую академию. О нем стали говорить как о чуде. Летом 1826 года он написал увертюру комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», в состав которой и вошел знаменитый свадебный марш. 11 мая 1829 года Феликс Мендельсон дирижировал первым исполнением произведения Иоганна Баха «Страсти по Матфею». Это исполнение дало импульс к возрождению музыки Баха в 19 веке и прославило Мендельсона на весь мир. То есть Баха до этого и не знали особо. То есть почти целый век Бах был неизвестен, даже после своей смерти. И благодаря Мендельсону мир узнал о таком великом композиторе, как Бах. Идем дальше? Идем дальше. И, наконец, сегодня день золотистого ретривера. А также вечер свидания со своей собакой. А если у тебя нету собаки, значит, нужно прийти к кому-нибудь в гости, у кого есть собака. Ну, похоже на то. Надо подумать, у кого есть собака. Нет собаки, но может хотя бы есть кот. Как вариант. Тричка. Рыжка. Покрасьте его желтый цвет и назвать его золотистым ретривером. Ну, то уж утрируешь немного. Шучу, конечно. Окей, золотистый ретривер – одна из самых популярных пород собак в мире и не зря. Спокойный темперамент, интеллект и игривость делают их идеальными друзьями для любителей собак. Кроме того, из них получаются отличные животные помощники, такие как собаки-поводыри для людей с ограниченными возможностями. Ретриверы специализируются на обнаружении, поиске и спасении людей, благодаря своим выдающимся способностям к обнюхиванию. Их терпение и мягкость делают их идеальными для детей. История этой породы началась еще в Шотландии в середине 19 века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok